Молодежь как социальная группа. Семья и брак. Молодежь — это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, приблизительно от 16 до 25-30 лет, особенностей социального положения и определенных социально-психологических качеств. Принято выделять следующие особенности социального положения молодежи. Переходность положения. То есть в этом возрасте ясно, что то положение, в котором молодой человек находится сейчас, не сохранится на длительное время, а будет постоянно изменяться. Он закончит школу, будет учиться в колледже или университете, начнет делать профессиональную карьеру и так далее. Высокий уровень мобильности. Переход из одной группы в другую происходит даже не потому, что молодому человеку этого хочется, а в силу независящих от него обстоятельств. Он становится совершеннолетним и дееспособным, начинает получать образование и делать карьеру. Молодые люди подлежат призыву на срочную военную службу и так далее. Освоение новых социальных ролей, что ведет к изменению социального статуса. Активный поиск своего места в жизни. Благоприятные перспективы в профессиональном росте и карьере. Кроме особенностей социального положения, принято также выделять и некоторые социально-психологические особенности. Неустойчивость психики, внутренняя противоречивость, максимализм, категоричность суждений, низкий уровень толерантности и терпимости. Инфантилизм. Сохранение у взрослых физических и психических черт, присущих детскому возрасту. Стремление быть признанным группой и в то же время отличаться от остальных, выделиться из общей массы. Это противоречие порождает такое интересное явление, как молодежные субкультуры. Субкультура — это система норм и ценностей, отличающих отдельную социальную группу от большей части общества. Например, байкеры, геймеры, косплееры, диггеры-сталкеры, исторические реконструкторы и так далее. Молодежные субкультуры, неформальные группы, обладают следующими признаками. Возникают на базе стихийного общения в конкретных условиях социальной ситуации. Имеют обязательные для участников и отличающиеся от типичных, принятых в обществе, модели поведения, которые направлены на реализацию неудовлетворяемых в обычных формах жизненных потребностей. Они нацелены на самоутверждение, придание социального статуса, обретение защищенности и престижной самооценки. Имеют иные ценностные ориентации или даже мировоззрение. Стереотипы поведения не характерны для общества в целом. Самоорганизованы и независимы от официальных структур. Относительно устойчивы. Существует определенная иерархия среди членов группы. Атрибутика подчеркивает принадлежность к данной общности. Выделяют следующие типы самовыражения. Агрессивный тип базируется на наиболее примитивных представлениях об иерархии ценностей, основанных на культе лиц. Характерен примитивизм, наглядность самоутверждения. Популярен среди подростков и молодежи с минимальным уровнем интеллектуального и культурного развития. Эпатажный тип базируется на вызове нормам, канонам, правилам, мнениям как в обыденных формах жизни, так и в духовных, искусстве, науке, например, панке. Альтернативный тип базируется на выработке альтернативных, системно противоречащих общепринятым моделей поведения, которые становятся самоцелью, например, кришнаиты или хиппи. Социальный тип направлен на решение конкретных социальных проблем, например, различные экологические движения. Политический тип направлен на изменение политического строя и политической ситуации в соответствии с идеями конкретной группы. Роль молодежи в общественной жизни возрастает в связи с ускорением темпов развития общества. Включаясь в социальные отношения, молодежь видоизменяет их под воздействием преобразованных условий и совершенствуется сама. Как правило, будучи молодым, люди создают семьи. Семья — древнейшая и наиболее распространенная из малых социальных групп. Ее основаниями являются совместная жизнь и хозяйство, взаимопомощь, духовное общение. Семья — фундамент общества, поскольку именно она формирует основные качества человека и вводит его в мир социальных отношений. То есть мы можем говорить о том, что семья — это малая социальная группа, основанная на браке и кровном родстве, связанной общностью быта и взаимной ответственностью. В то же время семья — это и социальный институт, деятельность которого направлена на удовлетворение важнейших потребностей человека, проявляется в функциях семьи. В социологии приняты такие общие принципы выделения типов семейной организации. В зависимости от структуры родственных связей выделяют В зависимости от способов выбора семейного партнера, Экзогамные семьи, предполагающие заключение брака между представителями одной и той же группы, клана, племени и т.д. Экзогамные семьи, где брак внутри определенной узкой группы людей, например, между близкими родственниками, членами одного племени и т.д. запрещается. По наличию родителей выделяют полные и неполные семьи. В зависимости от места жительства супругов выделяют Патрилокальные семьи. Молодые живут в семье родителей мужа. Матрилокальные семьи. Молодые живут в семье родителей жены. Неолокальные семьи. Молодые живут отдельно от родителей. По характеру воспитания выделяют авторитарные, либеральные и демократические семьи. Для авторитарной семьи характерно признание авторитета главы семьи и безоговорочное выполнение его требований. Присутствуют принудительные меры воздействия. В либеральной семье интересы индивида ставятся выше интересов других людей и общества в целом. Демократическая семья основана на убеждении самовоспитания. Сотрудничество детей и родителей является основой воспитания. В зависимости от критерия семейной власти или по характеру распределения обязанностей выделяют матриархат — власть в семье принадлежит женщине, патриархат — во главе семьи стоит мужчина. Эголитарную или демократическую семью, в которой соблюдается статусное равенство супругов, является наиболее распространенной в настоящее время. Семья представляет собой социальный институт, наделенный различными функциями. Такими как репродуктивная функция — отвечает за биологическое воспроизводство населения, деторождение и является одной из важнейших функций семьи. Воспитательная функция — функция социализации, направлена на передачу детям общепризнанных социальных ценностей, обучение детей социальным ролям, признанным в обществе. Главным способом семейной социализации является копирование детьми моделей поведения взрослых членов семьи. Хозяйственно-экономическая функция связана с ведением домашнего хозяйства, организацией семейного потребления, формированием семейного бюджета, разделением обязанностей по дому и так далее. В семье не только складывается определенный быт, образ жизни, но и накапливаются материальные блага, которые дети получают от родителей в наследство, а затем передают своим детям и так далее. Принадлежность семьи к определенному социальному слою во многом определяет судьбу человека. Функция эмоционального и духовного общения является одной из основных функций, так как в семье человек получает помощь и поддержку, удовлетворяет свои потребности в эмоциональном общении и взаимопонимании. Если в семье не хватает тепла, любви и взаимопонимания, то в этой семье чаще будут проявляться поведенческие и эмоциональные трудности. Досуговая функция обеспечивает организацию досуга в семейной группе, совместное времяпровождение членов семьи на основе взаимных интересов. Социально-статусная функция связана с тем, что принадлежность к семье позволяет человеку подтвердить и закрепить занимаемые им позиции, либо даже продвинуться в социальной иерархии. В некоторых странах наличие семьи служит фактором уважения и престижа не только в глазах общества, но и в собственном понимании. Первоначальную основу семейных отношений составляет Брак. Брак — это исторически меняющаяся социальная форма отношений между женщиной и мужчиной, посредством которой общество упорядочивает и санкционирует их интимную жизнь, устанавливает супружеские, родительские и другие родственные права и обязанности. Традиционно выделяются следующие формы брачных, семейных отношений, особенности которых культурно и социально обусловлены. Моногамия — брак одного мужчины с одной женщиной в одно время. Полигамия — брак, предполагающий наличие нескольких партнеров в супружестве. Известны три формы полигамного брака. Групповой брак — когда несколько мужчин и несколько женщин одновременно находятся в супружеских отношениях. Сегодня данная форма сохранилась только на Маркистских островах. Полигиния — многоженство, самая распространенная среди всех форм полигамного брака, существует в мусульманских странах. Полиандрия — многомужество, редко встречающаяся форма, имеет место в южных штатах Индии, на Тибете. Принято выделять следующие виды брака. Юридический брак, зарегистрированный в соответствии с законом. Такой брак заключается в государственных органах записи актов гражданского состояния. Для заключения брака необходимо наличие следующих условий. Взаимное согласие лиц, вступающих в брак. Достижение брачного возраста. По общему правилу, брачный возраст устанавливается в 18 лет, однако органы местного самоуправления по месту регистрации брака могут снизить его, но не более чем на два года. В законах субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены исключительные случаи, когда заключение брака допускается до достижения возраста 16 лет. Отсутствие брачных отношений у будущих супругов. Не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже в другом браке. Отсутствие родственно-семейных связей у жениха и невесты. Не могут вступать в брак родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные. Дееспособность лиц, вступающих в брак. Этот запрет вступления в брак установлен для лиц, признанных судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Гражданский брак. Это длительное совместное проживание в незарегистрированном браке, даже если супруги ведут совместное хозяйство и воспитывают своих детей. Церковный брак. Это брак, заключенный по религиозным обрядам. Принято выделять следующие тенденции развития современной семьи. Сокращение ведущих позиций в социализации индивидов, в организации их досуга. Изменение положения женщины в семье, обусловленное ростом ее авторитета в обществе. Сокращение числа патриархальных, традиционных семей. Развитие семьи партнерского, коллективистского типа. Разрушение расширенной, многопоколенной, родственной семьи, преобладание нуклеарной семьи. Разделение институтов брака и семьи. Рост количества фактических, но юридически неоформенных, свободных семейных союзов и рожденных в них детей. Рост количества разводов, повторных браков, неполных семей и числа брошенных детей. Как мы можем с вами видеть, в современном обществе наблюдаются процессы трансформации семьи как социального института. Изменение некоторых ее функций, перераспределение семейных ролей. Вместе с тем, в обществе появляются альтернативные формы брака, под которыми понимают системы брачных отношений, не получивших официального признания государства и церкви, но допускаемые общественным мнением той или иной социальной среды. К их числу в современных развитых странах относятся Годвин брак, визитный брак, гостевой брак. Это раздельное проживание супругов, отсутствие общего хозяйства и быта. Конкубинат, стабильная связь женатого мужчины и формально незамужней женщины, имеющей от него признаваемых им детей и материальную поддержку. Открытый брак, признание права супругов на независимый образ жизни, включая внебрачный секс. Пробный брак, временное проживание партнеров. Когда же они решат иметь детей, то оформляется законный брак. В конце нашего занятия попробуйте ответить на следующие вопросы. Кого принято называть молодежью? Что такое субкультура? Что такое семья? Что такое брак?